Выставка первая. Абаканская картинная галерея «Челтыс» рассказывает Тамара Ощепкова, автор выставки. И ее картины известны даже в Африке. В художественную школу я не ходила. Я просто рисовала лошадей. Когда едешь на лошади, бежишь, не то что на машине совсем по-другому, вот чувствуешь, что что-то живое по тобой, движение, скорость, и сливаешься вместе с ним. Но такое ощущение нельзя забыть. В жизни художника и горестные моменты, которые тоже легли на холст. Вот работа, прости, вот это, она такая невзрачная работка такая, вот она холодная. Я начала почему-то эту грустную работу писать. С мамой поговорили, я пошла работать. Через час звонит сестра, говорит, что мама умерла. Я так страшно говорю, как так? Я же вот с ней говорила по телефону. А у нее тромб оторвался, она упала. Все умерла. И я месяц не могла работать после этого. Через месяц закончила эту работу, назвала ее прости. Вот это вот знаковая работа. Выставка работ Тамары Ощепковой продлится до 29 декабря. ДК имени Кадышева. Выставка-ярмарка изделий ручной работы. О ней Клара Карамашева, ведущий методист. Рождественская ярмарка, которая у нас подготовлена при помощи Министерства культуры. Я хочу сказать, это было у нас впервые. В нашей ярмарке можете увидеть куклы. Куклы изготовлены мастерами из мастерской Тодоковой Зульфии Владимировны. Очень именно наши этнические куклы. Такие предновогодние ярмарки выгодны всем. Центр культуры имени Кадышева уходит 10% от прибыли. Остальное в карманы умельцев. Ну и самое главное, любой посетитель сможет приобрести единственный в своем роде подарок для близких. Кстати, и эта выставка-ярмарка рукодельников не последняя. Городской центр культуры «Победа» рассказывает организатор ярмарки с необычным именем Надежа. В этом году у нас собралось более 70 мастеров с разными направлениями творчества. Ну, например, вот игрушки лоскутная наша любимая, мыло у нас есть, и декупаж, и много-много-много всего другого интересного. Вот есть кукла-помощница в родах. Ну, женщина берет ее в роддом, вот, с собой. Она, естественно, помогает. Так как у нас год, следующий год «Синей лошади», соответственно, сувенирная продукция, это, получается, лошадки в основном популярные. Выставка рукодельников ГЦК «Победа» продлится до субботы. Руслан Романов, Евгений Сульбереков, Новости, 7-й телеканал.